У стен правительства продолжают терпеливо стоять дольщики, а терпения у них не занимать. Эта девушка, например, ждет своей квартиры с декабря 2014 года. Именно тогда по договору должны были ввести дом 38 на улице Рапфаковской. Его достроили, но первой и второй подъезды так и не ввели. Все из-за отсутствия электричества. Трансформаторная подстанция оказалась в частных руках. Мы решили пикетировать правительство Ивановской области с просьбой о помощи региональных и федеральных властей, чтобы они разобрались в данной ситуации и приняли какие-то меры. Потому что в дальнейшем от данной РТП будут запитаны три дома. Это Рапфаковская 38, Рапфаковская 31 и Парижская ОМОНа Литр 2. А это как минимум тысяча семей. Вот этот самый дом. Третий, четвертый, пятый и шестой подъезды подключены по временной схеме электроснабжения. Новый срок, когда обещают ввести жилье в первых двух – в марте 2018 года. Около 200 человек давно купили квартиры. Многие платят ипотеку. А вот жить приходится на съемных. РТП, которое строилось непосредственно для нашего дома, на наши же деньги, которые мы вкладывали в квартиры, то есть строили ту же РТП. Ее перепродали. Сначала перепродали Альфа-Энерго, потом она ее передала частному лицу. И, естественно, к частному лицу никаких претензий никто иметь не может. То есть он совладельц, и он сейчас отказывается подключать дом на полное снабжение электричеством. Цепочка, по которой трансформаторная подстанция переходила из рук в руки, сложная. И очевидно, что не без умысла физическое лицо решило сделать такое приобретение. Дольщиков сейчас даже не пускают в квартиры. Люди не уверены, что там есть отопление. Мы сегодня продали станцию, значит, они могут и продать наши квартиры, потому что мы не собственники. У нас, конечно, все вложили последние свои деньги в эти квартиры. Четвертый год все ждут. Есть. Есть. В правительстве нам пояснили комментарии по Рабфаковской 38 дадут в пятницу. Есть информация, что решение по этому вопросу власти выработали. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.